ПЕСНЯ 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 гостей жаркими во всех смыслах объятиями. Температура воздуха на протяжении всех трех дней конференции была за 30. Форум стал самым многочисленным, более 700 участников. Дружную компанию «Щелковый Хемер» возглавил наш замглавы администрации Юрий Родионов. Участником было о чем поговорить. Сегодня в России и Германии насчитывается 110 пар городов, заключивших соглашение о партнерстве. Каждый год количество увеличивается, вот и в этот раз завязалось несколько межмуниципальных союзов. Внимание к этому событию проявлено на самом высоком уровне. Свои приветствия прислали президент Владимир Путин и федеральный канцлер Ангела Меркель. В числе участников известные российские и немецкие дипломаты и политики. Главное, что мы едины в одном. Мы вместе должны строить наше будущее. И будущее Европы невозможно без России, говорит председатель правления Германо-Российского форума, экс-премьер-министр земли Бранденбург Матиас Плацов. Приветствие от президента Международной ассоциации «Продненные города», коим является губернатор Московской области Андрей Воробьев, зачитал исполнительный вице-президент Сергей Парамонов. В Подмосковье дамы, которые в отношении с собой регионами Германии, в последние годы предприняты взаимовыгодных экономических мер, как для содействия немецкому бизнесу, при реализации инвестиционных проектов на территории области, так и для поддержки наших производителей, принятия экспорта продукции Германии. Одной из тем, по умолчанию актуальных в российско-германских отношениях является, как нетрудно догадаться, сохранение исторической памяти. И это равно важно для россиян и для немцев. Практически в каждом городе Германии есть советские захоронения, воинские или узников лагерей. Участники конференции, а также параллельно проходящего молодежного форума посетили мемориал советских подневольных рабочих в Ахине, где покоятся 148 советских граждан, возложили венки и цветы. Если какой-либо немец говорит о России и россиянам, всегда необходимо помнить о том, что произошло, что началось 75 лет тому назад. И тогда исчезнет любое высокомерие. И возникнет чувство необходимости скомпенсировать хотя бы небольшую часть всех ужасов, которые состоялись тогда. Мероприятия конференции проходили в формате подиумных дискуссий и рабочих групп. В числе актуальных на сегодня вопросов в отношениях между муниципалитетами России и Германии. В частности, энергосбережение и защита климата, цифровизация, обмен опытом в области медицины и науки, распространение русского языка в Германии и немецкого в России, поддержка пожилых людей и инвалидов, а также повышение качества жизни горожан. Нам, например, есть чему поучиться у немцев в вопросах обращения с отходами, а вот в программах формирования комфортной городской среды Щелкова от Европы уже почти не отстает. Конечно, обсуждали как устоявшиеся, так и новые формы сотрудничества. Напомнили, что в этом году исполняется 75 лет по Братимскому движению городов, которое началось в военном 44-м с соглашения между Сталинградом и английским Ковентри. Поприветствовали послов обоих городов Юрия Староватых и Абдуля Кана. Кроме заявленных тем конференций говорили, разумеется, и на отвлеченные. О ситуации на Украине, о перспективе внедрения электронных виз или вот о свободе слов в России, в чем европейцев некоторые пропагандистские источники заставляют сомневаться. Сегодня популярные блогеры в России имеют по 14 миллионов подписчиков. Это сопоставимо с совокупным смотрением телевидения. Совокупным, подчеркиваю. И это один блогер. И это совершенно меняет вообще проблему того, есть ли свободные СМИ или нет. Вы хотите быть СМИ, вы становитесь СМИ и вы свободны. И это другая этическая проблема. Какую же чушь они несут? Это другой вопрос. Я не обсуждаю, какую же чушь они несут. Но с точки зрения свободного высказывания, в России этой проблемы вообще не существует. Это так, это правда. В рамках 15-й конференции городов-партнеров России и Германии также состоялось чествование Международной Ассоциации «Породненные города», которая вот уже 55 лет со стороны Российской Федерации помогает организовывать, продвигает и поддерживает партнерские связи между муниципалитетами разных стран. Мероприятие прошло на территории Российской Федерации в Германии в Генеральном консульстве в Больне. Вице-президент Ассоциации Сергей Парамонов был в числе организаторов всех 15 российско-германских конференций с 87-го года. Он поблагодарил соратников за верность принципам побратимского движения, отметил высочайший уровень проведения нынешнего форума и сообщил, что на право принять следующий в 2021 году образовалась конкуренция. В ближайшее время будет выработано решение о том, какой город конкретно будет принимать 16-ю конференцию. Но все, что здесь заложено, было именно в Юрине, это очень важный момент, который подхлестнул даже интерес руководителей наших городов выставить свои кандидатуры на обсуждение, кто же будет принимать. Глава Щелковской делегации Юрий Родионов принимал участие в нескольких международных конференциях и не мог не поздравить юбилеем ассоциацию, при поддержке которой уже 27 лет продолжаются и только крепнут наши отношения с городом Хемер, которые даже нашли отражение в стихах щелковского поэта Ивана Рудакова. От имени руководства городского округа Щелково, всех жителей города Щелково, сердечно поздравляю вас с 55-летием Международной ассоциации «Породненные города». При поддержке ассоциации сотрудничество и взаимодействие между Германией и Россией крепнет и развивается. Раскрывай же объятия человек человеку, чтобы мы стали братья, чтобы дружба навеки. Только мира и счастья на планете хотим мы. Пусть рождаются чаще города-побратимы. Побратимские партнерские связи между большими и малыми городами – это на полном серьезе залог мира и дружбы, как между жителями Щелково и Хемера. 15-я конференция городов-партнеров России и Германии не дала поводов усомниться в открытости и теплоте отношений народов двух наших стран. Для нас, немцы, это особенно трогательно и вообще очень трогательно, что мы можем через вот эти повратимые связи построить мост к миру. Встречаемся с новыми людьми, с новыми городами, знакомимся с представителями городов, узнаем о каких-то новых проектах. И это дает нам мотивацию работать дальше и организовывать что-то интересное между нашими городами. Я очень рад встрече с моими друзьями. Ирина Микеда, Щелковское телевидение, Дюран, Германия.